вчера еще так много снега было здесь был полностью лед невозможно было пройти а сегодня уже все в общем иду на маникюр с утра погода вроде хорошая потом помидоры надо купить ну семена у меня есть там сколько-то еще надо докупить и посеять здесь помидоры середина марта уже хочется в парники сажать вот и хочу заехать еще пылесос посмотреть может куплю пылесос приехала на маникюр а здесь рядом 21 профтех кому интересно увидеть свои дорогие стены кто учился здесь но вокруг не пойду потому что уже нет времени а еще увидел вот тут видите вот стекло наверное кто-то где-то разбил машину какую-то да воровство сейчас у нас есть такое дело в общем девочки не сложилось у меня с маникюром вернее туда сходила сняли мне этот старый маникюр в общем очень расстроена чтобы просто даже даже нет слов образовались очень какие-то пустоты у меня прошло в прошлый раз ничего не было прошел месяц говорят так что якобы этот гель который вот у меня был светлый у меня как это там как этот амбре называется что ли это короче даже говорить не знаю что короче видим как будто аллергия объясняет меня так что это как аллергия прошлый раз не было ничего ногти были чистые но когда мне в прошлый раз делали маникюр я думала что мне очень сильно обрезали вот это вот кутикулу тут все это удалили у меня так сильно не нарастает вокруг ногтей и короче говоря у меня несколько дней болели пальцы я не могла ничего делать я думала что это просто от кутикулы я когда пришла сегодня сразу говорю что вы знаете вот так и так говорю может быть не надо там ничего этого обрезать что у меня очень болели и когда она сняла сняла этот гель то образовалась вот вот такая вот ерунда в общем в общем расстроена но пойду в аптеку куплю конечно какой-то сам препарат буду копать но сам тот факт что лето впереди и вот теперь как бы вот они с такими ногтями и дача очень удобно когда руки у тебя в порядке и тогда можно свободно как бы катикопации в земле и везде и и тебя всегда руки в это самое а сейчас вот даже но мне предложили нанести лак но обычный лак но я ска отказалась потому что через два дня это лак облазит и смотрится это ужасно а времени столько у меня нету чтобы это все ремонтировать короче короче все все не слава богу вот там снимают что то есть все очень не слава богу только ведь хочешь хорошим вроде это самое в хороший салон и все и вроде они там все дезинфицируют все этот ну ставит этот самый специальный только аппарат стоит где для дезинфекции в общем не знаю что думать ну вот в общем расстроилась в общем зашла в магазин купила семян специально сделала фотографию своих остатков а свои остатки сфотографировала у меня нету очень много но я говорила уже раньше что я сажаю помидоры теперь только крупные из мелких не сока ничего как говорится нету мы их так не съедаем муж любит крупные когда-то мы в белоруссии брали у матери матери нету вот и сейчас я купила опять в общем одни купила окс оцхерат от оцхерат какой-то и здесь написано что они 8 крупные до 200 граммов я надеюсь что вдруг они больше вырастут вот эти взяла потом не бычье сердце есть потом я взяла вот такие сайт сан-пьер какой-то и почему я взяла сейчас скажу урожайный так 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 среднего цирка а до осени плодоносит до осени и очень такой мясистый где-то я читала по моему или это не про этот в общем этот плодоносит до осени вот посажу несколько таких и взяла еще бета люкс бета люкс это очень ранний детерминантный сорт плоды красные небольшие весом 65-70 грамм ну вот уже пару семян посажу то что ранее подкупила ранее дальше как всегда купила корнишоны огурцы и либо либо мы их всегда покупаем они у нас как-то хорошо растут и не знаю мне нравится еще конечно я бы купила знаете такие которые пучком растут пучком тоже хотелось бы попробовать по-моему один год сажал на что-то меня не очень получилось кучем короче это и купила салат крес это я сейчас в каком баночку посыплю и это сама на салфетке и просто просто съедим в общем купила купила леечку этот для в комнату ну для квартиры купила леечку такую недорогую беленького цвета там я зеленым и купила два горшка больших горшка но они по 36 этот сантиметров в диаметре не не пишут у нас в литрах вот ну купила думаю потом подорожает купила 2 надо было может быть еще купить но пока купила только два потому что мне питунь это много в этом году я надеюсь что я их там засажу вот в общем поеду сейчас сеять поеду что-то готовить утром сварила пару картошин морковина сделаю винегрет винегрет я люблю добавить немножко чеснока но не буду потому что завтра к стоматологу эти и добавляю это там приправа для пиццы ну вы знаете я ее везде добавляю и наверно пойду куплю какого-нибудь миска пожарим мы что еще в общем сегодня помидоры и буду домом заниматься солнце светит но знаете так как это холодновато как будто так промозгло как-то выйдешь прямо это в магазине спотеешь потом раз и дуне тебя вот так что вот сегодня вот такие дела в общем с маникюром маникюром это самое вот в общем расстроена расстроена я ужасно видите между вот так а сейчас я в магазине и мне нравятся всякие такие интересные штучки для дома посмотрите какая подсветка оригинальная но я видела уже у некоторых есть уже на домах такие а у меня нету но правда не знаю надо мне или нет и вот смотрите какие горшочки это же светится а сверху какой-то растеница тоже мне очень очень понравилось а здесь вот веночки виде сердечек и как это не за яблони или вишневый как будто цвет но это искусственно естественно тоже очень привлекло мое внимание заехала в лидл за мясом значит купила кусок мяса 548 за килограмм прослойка купила евро 99 вот такой вот салат такой огромный пучок взяла ну как бы три вида салата за евро 99 бутербродики тоже ну может салат села может быть бутербродики вот такой вот такой вот с пыльными семечками взяла булочку а то у нас там все то серое то какой-то ну с голоду нельзя в магазин ходить наберешь всегда ну евро 59 вот такая вот по весу не знаю сколько там я не посмотрела что бутылку воды в машину взяла уже две бутылки вожу время купила бутылку воды но в машине всегда вожу воду купила бутылку воды открыть не могу и думала ну сегодня села думаю но сегодня у меня со свежими силами я точно открою не нифига нифига не открыла потом называется кефир но это какой-то такой как бы не очень сладкий как йогурт с вареницем мне вот понравился он в прошлый раз и я это самое ну два штуки взяла потом вот такие взяла на этикетке конечно куриные но здесь курица со свининой канали хавинерит вот такие вот сосисочки но никак не за как колбаски что ли под копченые вот в общем диеты диета по боку 99 центов моцарелку это было со скидкой какие-то приправы но у меня там приправы есть поэтому я многое набирала как просто для картошки потом я взяла еще парку не ну это как бы как детская упаковка такая но чем они дети уже значит калькуне это индюк индюк индюшачьи такие вот сосисочки взяла тоже это самое я говорю что я работаю там где максима все время берешь одно и то же думаю для разнообразия и в общем мясо сейчас покажу сейчас взяла такую вот прослойку вот я его натру чесночком всем эти и запеку вот сама в духовке вот и будем потом можно будет тоже и на бутерброд если останется если останется может не останется вот в общем все это сходило надо у них карты клиента должна быть только на телефоне мы в прошлый раз забыли ты сама закачать и забыла это приложение у меня на телефоне столько всего что мне этих приложений конечно не очень хочется закачивать я понимаю что кто но мало пользуется чем-либо ну как бы одно оно одно приложение ли второе а вот даже у меня кофеварка этот кофе ну например ты сидишь на нажал и тебе этот самый кофе наливается в чашку да но чашка должна стоять конечно там я даже это приложение он уже удалила потому что у меня очень много всякого на телефоне в общем вот эти продукты я заплатила 1545 в общем эту карту надо все-таки наверное сделать надо ну никто я здесь редко бываю но все-таки некоторый раз хочется чего-то другого другого не такого как это самое как обычно вот значит кана ворст и куриная колбаска евро 34 другая а а калкуни это индюшачья евро 29 евро 29 ну принципе вроде как это самое вроде как недорого вот ну в общем вот вот такие покупки заеду я еще в кортез здесь вот рядом заеду я в кортез может быть еще чего огурцы я все-таки решила посмотреть ну в этот фейсбуке продают там огурцы наверное очень хорошие сорта все ну чё-то как-то там ну я не знаю мне вроде много не надо мне чего-то там надо одно семечко или два я же мало в этом году буду сеять муж сейчас и говорит был в обед был на даче говорит там просто супер там так хорошо но снега конечно еще много и сыра вот но погода уже сегодня но ветер холодный в общем ладно поехала я а теперь я опять в другом магазине и смотрите вот эти помидоры стоят аж 11 90 ох наверное вкуснейшие помидоры но я что-то как-то не отважилась купить за такие деньги и вот просто вам покажу большой большой сейчас конечно выбор разных семян помидорок и огурчиков и чего только нет глаза разбегаются руки чешутся и так хочется купить и то и другой третий а потом начинаю понимать что я же себе за рог дала меньше посадите в этом году и теперь опять растишки растишки я уже накупила насколько там на 30 чем-то по моему евро и вот маленькие такие рассадки цветочков и так хочется бегоне хочется и лабели хочется еще хочется хочется и все эти растения стоят сейчас по 99 центов ну в общем то удобно когда уже растение подросше только пересаживай и ухаживай мне надо думать зайдет не взойдет в общем здесь в общем руки чешутся надо собой надо собой бороться но здесь и мята есть тоже и что там нет базилика еще не было розмарин был в общем что-то там тоже какие-то пряные травки тоже были а теперь идея идея для дома для сада для балкона в общем тоже люблю поглазеть посмотреть походить девочки подпитываетесь смотрите может быть что-нибудь вам понравится может быть что-то вы придумаете для своих домов для огородов для для дач в общем для для тех мест где вы живете всякие такие вот красивые штучки смотрите столик какой прекрасный столик правда ведь ну в магазине как всегда музыка поэтому я конечно все там все выключила и уже озвучиваю после вот свечечки тоже тут красивые ну дорогие шла в магазин и купила еще помидоры помидоры значит они называются хуга на паприку похоже и тут пишет что до 200 граммов покупать все большое в общем высокие и средне ранний сорт так что ну огурцы опять смотрела но слушайте конечно ну тех которых я хотел принципе их и нету цены конечно огурцы если по четыре с лишним нет в общем не знаю я конечно сторонник того чтобы все-таки подешевле подешевле все равно будет вкусно на сок или на консервы так что вот такие пироги